Всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WestonBit и сегодня ролик на такую страшную и очень-очень важную тему. Это блокировка магазинов, закрытие магазинов на Etsy. У многих продавцов есть эта проблема. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, вы точно узнаете главной причиной, что нужно делать продавцу, чтобы минимизировать шанс блокировки. Это первое. И второе, вы узнаете, почему вот эта волна закрытий именно происходит вот сейчас, как раз в то время, когда Etsy разрешил новым магазинам с Украины открываться на Etsy с помощью Etsy Payments. И как раз это совпало вот с этой страшной волной закрытий и блокировок. Просто я это знаю на примере наших клиентов и тех, кто участвует в спонсорах канала, кто участвует в нашей группе в Телеграме. Так много людей жалуются о том, что вот только открывается магазин, его закрывают и по другим причинам. То есть обо всем этом в этом ролике, надеюсь, будет интересно. Начиная с того момента, как WestonBit перестал принимать платежи на Etsy и люди получили возможность открывать новые магазины на Etsy. Пошла вот эта волна, мы это чувствуем не только потому, что многие жалуются, а еще потому, сколько людей захотели уйти с Etsy и перейти на Shopify в последнее время. Конечно, все это связано с тем, что на Etsy у многих людей есть проблема связаться с поддержкой. Это вам не eBay. На eBay тяжело, а на Etsy намного тяжелее, чем на eBay. То есть, предположим, если на eBay у нас есть услуга переводчика, к которому можно обратиться и который за небольшую плату позвонит вместе с вами в eBay или напишет им. В общем, короче, там есть прекрасно работающий чат и намного больше услуги поддержки, намного больше людей работает на eBay. Короче, с Etsy совсем другая система. Здесь нужно писать, причем писать на разные имейлы. Нужно общаться с их чатом. Иногда этот чат закрыт и постоянно человека отфутболивает. Просто говорю, это по собственному опыту, уже помогало многим продавцам. Просто советом, что там сделать, чтобы разблокировать магазин. И я знаю, что люди пробиваются. Обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Звониться вообще невозможно. Тяжело до них дописаться, но это нужно делать. То есть, я с самого начала хочу сказать, что делать, если вас заблокировали, причем несправедливо или каким-то образом. Нужно писать, писать, писать. Не бросать, а продолжать добиваться. И через какое-то время вы добьетесь своего. Итак, давайте начнем с того, что случилось в феврале. Этси объявила о том, что теперь вам нужно будет платить 15 долларов за открытие магазина. Вот с этого все началось. Почему 15 долларов? Откуда вообще взялось это? И кажется, вроде, что это очень нехорошая новость. Хотя на самом деле это очень хорошая новость. Дело в том, что на Этси появилось огромное количество новых продавцов. Первое, в связи с тем, что не только Украина, а еще и другие страны на Этси получили возможность принимать Этси Пененс. Это добавило просто вот этот новый огромный поток неопытных, незнающих, многое неумеющих, несерьезных, делающих ошибки. Ну, короче, понимаете и так далее, продавцов из других стран. И вот эти новые продавцы и другие новые продавцы, обычные продавцы, которые все время приходят на Этси. Вот этот поток, его нужно как-то немножко было придержать. Потому что большая часть этих продавцов не будет зарабатывать на Этси. Как известно, малые бизнесы, люди, которые несерьезно относятся, у которых нет бизнес-плана, нет серьезных намерений. Они приходят вот так, ну, в принципе, бесплатно. Ну, что они теряют там? Открыли магазин, выставили пару товаров, ничего не продалось. Или они не умеют общаться с покупателем, не поставляют вовремя товар. В общем, или они нарушают правила Этси. Короче говоря, чтобы вот снизить этот поток нежелательных, неопытных, несерьезных людей, Этси вводит эти 15 долларов. Значит, вот замечательная статья на eRank по этому поводу. Если вы хотите узнать побольше, можно просто посмотреть эту статью. Смотрите, я дам эту статью, кстати, в ссылочке в описании к видео. Вы можете ее спокойненько, если у вас есть Chrome, можно ее перевести на любой язык. Понимание новой оплаты за установку Этси в размере 15 долларов США. Вот, пожалуйста, эта статья, она показывает, рассказывает причины, влияние на продавцов, адаптация. Даются очень хорошие советы. Создать бизнес-план, планируйте свои объявления, инвестируйте время в маркетинг, сосредоточьтесь на клиентском опыте. Вот, все эти вещи, они касаются не только того, чтобы поднять рейтинг вашего магазина, а просто это правильные советы, которые помогут вам избежать блокировки в результате. Понимаете, что вы делаете, какая у вас маржа, какая ваша целевая аудитория, где вы будете продвигать свои товары. Это все важные вещи в создании бизнеса. Вот, понимаете, потому что Этси и любая платформа, будете ли вы это делать на Shopify или там продавать через социальные сети, одно дело это творить, так сказать, и просто выставлять свои товары, совсем другое дело, это эти товары продавать, чтобы вас заметили, увидели, чтобы товар понравился, потом его перенести в корзину и потом в кассу. Это совершенно другой процесс, и нужно к нему относиться серьезно, если вы хотите, конечно, зарабатывать на своем творчестве. Кроме этих 15 долларов, еще Этси объявила, что она будет бороться с дропшипперами. Не знаю, насколько это правда или нет, но, если честно, я уже начинаю видеть, как магазины, которые делают дропшиппинг, постепенно уходят с Этси. Я не знаю, насколько, в каком масштабе это сделано. Просто вот на своем опыте я анализирую ниши, и если я делаю поиск и пишу что-нибудь хендмейд, то я вижу, что Этси просто делает усилие, чтобы специально мне показать товары хендмейд. Но для этого мне нужно именно написать на Этси хендмейд. Если я раньше, например, просто писала какой-то поиск, то теперь, если просто пишешь поиск, то, скорее всего, на первых страницах выпадает вся эта перепродажа соли. По крайней мере, то, что я увидела, еще слышу от других блогеров, что действительно происходит больше и больше чисток, потому что недавно был такой огромный просто, я бы сказала, скандальный репортаж по центральному телевидению. Там какой-то главный телевизионный канал показал большую передачу про Этси, и как недовольны люди, не только продавцы, но и покупатели, тем, что Этси перешел вот на эту перепродажу с Алиэкспресс, по большей части. И вот это недовольство, оно перешло и на владельцев Этси, ну, то есть тех, кто владеет этими ценными бумагами. Мы говорим сейчас о тысячах людей, которые владеют компанией, поэтому сейчас алгоритмы Этси и боты чистят и чистят и чистят. И вот как раз сейчас мы поговорим о том, в чем главные причины блокировок на Этси, и на что смотрит этот бот, их внутренний алгоритм, и какие магазины он банит. Итак, первое – это неправильные категории. Сейчас последнее время, вот буквально, мне кажется, месяц или два тому назад, Этси внесли новый апдейт, который прямо вот жарит эти категории, проверяет категории, смотрит, чтобы товар был правильно выставлен. О чем идет речь? Вот смотрите, вот я просто пишу plastic straw. Ну, понятно, что никто своими руками эти трубочки не производит. И, скорее всего, их производят для, ну, как сырье, правильно? Это называется supply material. То есть, какой-то материал, из которого потом будут что-то еще изготавливать. Понятное дело, что это можно использовать и как конечный продукт, да, трубочку. И понятное дело, что трубочка может быть сделана своими руками тоже, да. Их тоже делают некоторые своими руками. Но то, что мы видим здесь, доллар 90, 10, 2, 10, вот все. Ну, понятно, да, перепродажа с Алиэкспресс, перепродажа и дропшиппинг на Этсе запрещен, если это не supply material. Так вот, человек, например, открывает магазин, где он делает вот такую явную чистую перепродажу, да, вот даже стал бестселлером. Знаете, вот у него здесь item detail написано, что этот товар hand-made. Это неправда. Вот это в последнее время, вот сейчас, особенно стало причиной больших банков, когда товар, очевидно, не hand-made, да, а люди пишут, что он hand-made. Давайте посмотрим, как это сделать правильно. Если мы пойдем в ваш магазин, да, вот у меня тут был какой-то старый листинг, ну, это неважно, вот, это печать по требованию, да, вот подушка, на которой есть какой-то дизайн, абсолютно очевидно по модели, по всем фотографиям и так далее, что это печать по требованию, там через Printify, это разрешено, прекрасно. Но этот товар, согласитесь, не hand-made, такая вещь, которая разрешена, но как правильно ее поставить в категорию. Значит, когда вы вот пройдете Price, Inventory, Variations, вы дойдете до вот этого вот детали, Core Details, вот эта вот важная часть, да, здесь написано Physical Items Handmade. Это неправильно, это вещь не hand-made. Значит, здесь у вас есть две опции, это либо Digital, ну, то есть цифровой товар, это понятно, что такое, либо это физическая вещь. Значит, физическая вещь не обязательно, для того, чтобы легально ее продавать на Etsy, должна быть hand-made. Смотрите, мы отмечаем Physical Item. Дальше, кто сделал ее? Idea, я сама сделала. Нет. A member of my shop, человек, который работает, сотрудник в моем магазине, ее сделал? Нет. Это сделал другой человек или компания. И это можно, это разрешено, потому что это печать по требованию. Что я продаю? Конечный товар? Конечный товар. Или это supply or tool to make things. Вот это очень важно. Что это такое? Готовый продукт? Или это принадлежности или инструменты для изготовления вещей? Понимаете разницу? То есть вот те трубочки, они, скорее всего, это инструменты или принадлежности для изготовления вещей, потому что иначе ты их никак не можешь продать, потому что получается, что это дропшиппинг, если это готовый продукт, а если это печать по требованию, то это готовый продукт, но я использовала свой дизайн, или, может быть, купленный мной дизайн, неважно, но как бы я создала дизайн, потом передала его в другую компанию, другая компания, которая произвела этот физический предмет. Понимаете разницу? Короче, вам нужно будет четко определить, сделали ли это товар вы, или член вашего магазина, является ли это уже готовым продуктом, готовому к употреблению покупателям, или этот товар можно использовать как принадлежность, инструмент для изготовления вещей. Вы себе не представляете, сколько народу забанено вот по этой причине, потому что они не понимают этого, и сейчас новая вот этот бот или там программа вышла, которая анализирует картинки, фотографии по сравнению с тем, в какой категории и сделал ли этот товар хендмейт, если написано, что он хендмейт, а Эдси видит, что он не хендмейт, этот магазин или этот листин могут блокировать, сэспенд и так далее. Это, мне кажется, тоже позитивная вещь, потому что, ну, как бы очень часто люди не понимают и неправильно классифицируют свои товары. И когда это было сделано, делаете вы это на заказ, то есть оно еще не сделано, или вы уже сделали, произвели товар. Здесь, мне кажется, с этим все понятно. Если это печать по требованию, то, скорее всего, это товар, который будет сделан на заказ. Выберите партнеров по производству. Мы здесь выбираем, пожалуйста. Потому что я вот здесь указала, что у меня есть два партнера, которые будут решать. Вы можете другого выбрать. Может быть, у вас партнер не Printful, не Printify, а какая-то другая компания, которая делает печать по требованию. Значит, ну, я здесь вот выбрала Printful. Я могу написать, что у меня Printful будет делать, да, и все. Или я могу даже выбрать нескольких. У меня два партнера. Пожалуйста. Это разрешенная практика. Сделайте так. Нажмите Apply. И Save Changes. И второе, что нужно сделать, тоже очень важно, это поставить ваш товар в правильную категорию. Выберите одну категорию, которая, еще раз, если этот товар как материал для изготовления, то не ставьте его как Throw Pillows, да, там, ну, если бы у нас была эта трубочка, то его нужно было поставить как материал, как Supply Thing. И тогда под этим соусом как бы они могут даже делать вот такой дропшиппинг. Вторая причина. Вот недавно совсем ко мне обращался человек, который проиграл какой-то спор в Etsy. Это такое бывает часто, что покупатель сделал диспьют, и Etsy встал на сторону покупателя. Это все та же песня, что eBay, Etsy. Здесь, имеете слово, но очень маленькое. Etsy, по большей части, будет вставать на сторону покупателя. Если вы этого не хотите, не хотите возврата и все такое, открывайте свой собственный магазин на Shopify, там вы будете сами заниматься своими возвратами, общением с покупателем, а на Etsy вы как бы принадлежите им. Так что, извините. Вот человек, значит, не захотел вернуть деньги, Etsy принял решение в сторону покупателя. Просто, раз у вас есть Etsy Payments, это причина, да, почему, Etsy захотел, чтобы все продавцы принимали Etsy Payments, чтобы можно было легко и просто закинуть удочку и просто снять деньги с вашего аккаунта без вашего разрешения. И вот так они сделали. А на аккаунте у этого человека денег не было. Что делать? Денег не было, значит, сразу появляется вот такая вот красная кнопочка здесь. Your account has been suspended. На самом деле, это очень легко, ну, просто элементарно вот такой способ блокировки разблокировать. Смотрите. How to reinstate your suspended account. Давайте, можно его опять перевести, пожалуйста, сразу на русский язык, и вы увидите, что это сделать. Очень легко и просто. Почему мой аккаунт разблокирован? Оплатите свой баланс. Нажмите на эту кнопку, оплатите свой баланс и будет вам счастье. Вот. Это самый легкий способ, да, разблокировки. Третья причина, это когда ваш адрес, вообще что-нибудь, неважно что, не совпадает. Вы живете в одной стране, а, значит, у вас паспорт с другой страны, магазин у вас находится в третьей стране, логинитесь вы с IP там с четвертой страны, а банк у вас находится еще в другой стране. Короче, друзья мои, не годится. Вот это ЭЦИ не любят. У вас будет банк. Неважно, где вы находитесь. Многие люди путешествуют по всему миру. Кто-то беженец, кто-то уехал. Ну, короче, очень много произошло всего за последние несколько лет, поэтому у людей непостоянное место жительства. Задайте себе вопрос, где у меня счет в банке, в какой стране. Потому что для ЭЦИ пейментс вам нужно будет показать страну, в которой счет в банке, да, и нужно сделать так, чтобы ваши документы, ваше имя и ваша страна проживания соответствовала этой стране в банке. Потому что, если вы живете в Украине, а банк у вас в Испании, ну, предположим, да, вы пишете, вы подаете свои украинские документы, показываете, а банк у вас в Испании очень часто это будет бан. Но, с другой стороны, этот бан, опять-таки, можно снять. Но так трудно. Столько сил, пару месяцев у вас уйдет, у них имейлов, да, этого чата пробивать там. Но можно. Есть примеры, знаю, сама лично, сама помогала. То есть, можно разблокировать. Вот, потому что, опять-таки, вот такая ситуация, что у людей можно взять паспорт в одной стране, жить они могут в другой, банк у них встретить. То есть, если вы хотите избежать, сделайте все, чтобы открыть ЭЦИ с документами, которые в странах, которые соответствуют, стране, где у вас находится банк, чтобы у вас было просто полное соответствие, тютелька в тютельку. А на самом деле, где вы живете, это не важно, на самом деле. Вы можете отправлять из любой страны, а потом вы можете сказать, что, ну, склад у меня находится в Америке, или там где-то в другом месте. Это нормально. Вот с этим нет проблем. То есть, откуда вы физически будете отправлять товар, не так важно. Следующая причина, просто супер популярная, это продажа запрещенных товаров. Вам обязательно нужно ознакомиться вот с этой статейкой edsy.com slash legal slash prohibited политика запрещенных предметов. Я их перечислю сейчас просто вкратце. Это алкоголь, табак, наркотики, принадлежности для приема наркотиков, медицинские препараты, устройства, предметы, заявленные в медицинских целях. Значит, по поводу предметов в медицинских целях я об этом поговорю еще отдельно. Продукты животного происхождения и человеческие останки, опасные предметы, материалы, отозванные предметы оружия, предметы ненависти, пропагандируют, поддерживают, прославляют ненависть, незаконные предметы, способствующие незаконной деятельности, предметы строго регулированных, предметы международного регулирования, нагота, контент для взрослых, предметы насилия. Короче, если ваш товар, каким-то образом вам кажется, может подходить под одну из этих категорий, то кликните на нее, да, и посмотрите, конкретно даются примеры. Все это показано на сайте. Я вот просто показываю вам, в общем, фотографии, каких-то вещей. Можете, если вы чувствуете, что какой-то ваш товар подходит под одну из этих восьми вещей, да, пойдите, пожалуйста, на эту статью и разберитесь в этом вопросе или напишите под этим роликом ваш вопрос. То-то и то-то можно, и я вам скажу, можно и нельзя. Я не официальный человек из ЭЦ, но как бы просто по моему опыту дам вам свой совет. И плюс я вам могу сказать, что разрешено пересылать через Вестингит. То есть, например, какой-нибудь товар можно продавать на ЭЦ, предположим, жидкость какую-то, а пересылать ее по почте из Украины нельзя, предположим. Так что, если у вас есть вопрос о каком-то запрещенном товаре, то, пожалуйста, оставляйте комментарий, и я или наша команда, которая лучше понимает эти пересылки, вам ответим. Значит, давайте вернемся вот сейчас очень важная здесь вещь по поводу вот этих вот заявлений в медицинских целях. Вот здесь мне просто вот хочется просто конкретно сказать некоторые заявления, которые люди очень часто делают. Люди, например, говорят, что это крем, который помогает от старения. Anti-aging. Это медицинское заявление. Вас могут забанить за него. Говорят, что эта подушка снижает боль, головную боль. Pain release. Что такое вот эти вот медицинские требования? Речь идет о том, что вы говорите, что ваш товар производит какой-то реальный эффект on a human body, эффект на тело человека. Любой эффект. Или снятие боли. Или natural sleep aid. Помогает уснуть. Это какие-то медицинские вещи, которые в Америке очень важно, чтобы все медицинские товары, которые продаются, они прошли FDA. Или есть такие магазины, там как For Foods, которые не получают эту сертификацию. На них везде есть табличка. Обязательно, что они не FDA approved, там какие-то натуральные средства. В общем, все эти вот медицинские натуральные средства, лекарства, за это вас просто могут, скорее всего, забанят на Etsy. Смотрите, примеры того, что разрешено. Наборы для пивоварения. Выпечка, содержащая алкоголь. Окей. Кальяны. Это можно. Табачные трубки. Можно. Пустые бутылки из-под алкоголя, изделия из них. Пожалуйста. Это то, что можно. Естественно, вы знаете, и я об этом снимаю очень-очень много роликов, так что не хочу на этом прям вот много заострять внимание, но это товары, которые находятся под авторским правом, что называется copyrighted, или на которые есть trademark. Сейчас, ну, просто такая вот, так много товаров, которые старые, ну, в смысле, trademark'ов, которые вышли уже из-под авторского права. Примеры этому. Например, я вам показывала, сняла целый ролик, вот, пожалуйста, посмотрите об этом, что вот этого оригинального 28-го года Винни-Пуха можно продавать, да, вас не забанят за это. У меня даже есть пример, реальный пример человека, у которого есть магазин, который продает это на Этси, и которого забанили за Винни-Пуха, потому что вот этого Винни-Пуха, диснеевского нельзя, а вот этого оригинального можно. И она написала в поддержку, и прекрасно магазин разблокировали. Так что, имейте в виду, знайте просто, что можно, что нельзя. Такие, ну, просто типичные вещи, как там, Золушка, Белоснежка и так далее, это старые сказки, на которые нет никаких копирайтс, кроме реальных персонажей диснеевских мультиков, которые, естественно, нельзя продавать. Есть люди, которые продают просто лого компании, которые потом распечатывают и печатают где угодно, как цифровой товар. Это запрещено, нельзя продавать не только изображение, но и лого. Следующая, это очень популярная тема, которая тоже относится к тому же копирайтингу, но я ее как бы вынесла как в отдельную тему. Это имена и фотографии известных актеров и известных политиков. На эту тему у меня есть прекрасный ролик по поводу того, что можно в этой сфере, потому что это вот действительно прям отдельная тема, то, что там много очень серого и, может быть, вы сможете предлагать там свою интерпретацию художника и даже если вас забанят, такой магазин можно будет потом разблокировать. Пожалуйста, если вас интересует это, вот эта тема создания ну там по фотографиям и использование имя какого-то известного актера или политика и так далее, посмотрите вот этот ролик. Очень важная на эту тему, что можно, а что нельзя в этой сфере. Следующая причина это, когда люди говорят, что какая-то вещь она винтажная. Окей, давайте возьмем футболку, которая реально будет разрешена к продаже. Винтажные футболки даже с брендами, даже Дизней разрешены. Смотрите, как мы знаем, что это реальная дистресс, что это реально винтажная футболка 90-х годов, потому что она одна в своем экземпляре, тут нет разных размеров. Мы видим это, вот есть один размер, то есть этот человек носил эту футболку и она теперь продает ее как винтажную вещь. Это можно! А теперь давайте посмотрим, что нельзя и за что банят. Давайте возьмем, к примеру, вот такую футболку. Смотрите, тут нарисован, видите, стерто, не видно его изображение, специально это сделано, чтобы не показывать вам, чтобы их бот не заблокировал, да, потому что они понимают по фотографии picture recognition, вот прекрасный пример магазина, который очень скоро попадет под бан. Почему же они тогда пишут, что это винтажная тишет? И ты можешь выбрать размер, small, medium, large. Это фейк, это не винтажная тишет. Они напишут, что она винтажная. В общем, вот за это, вот за то, что ты продаешь новую футболку, пишешь, что она винтажная, предлагаешь размеры, бот Etsy тебя найдет и, скорее всего, тебя блокирует. Еще мы знаем прекрасно, что такие вещи, как Barbie, как Barbie Core, как American Girl Doll, как, короче, ну, огромное количество вещей, которые запатентованы, на которые есть trademark, на которые есть copyright, авторское право, которое нарушать нельзя. Друзья, большое спасибо за вашу поддержку канала и меня, за ваши лайки, за ваши комментарии, вопросы. Очень жду, да, обратной связи. Думаю, что этот ролик будет очень важен для многих продавцов, потому что это прям такая злободневная тема, в особенности, начиная с января 24-го года, или даже, правильнее сказать, с февраля, когда вот Etsy внес этот новый апгрейд, который просто стал банить, я не знаю, тысячи и тысячи продавцов. С одной стороны, это, конечно, очень здорово, что очень многие дропшиперы и люди, которые продают запрещенные товары, были блокированы. С другой стороны, под эту же эпопею попали множество наших хороших, отличных продавцов, которые вообще ничего не нарушают. Им просто достало этот Etsy, что они его бросают и открывают свои собственные магазины где-нибудь на Shopify, продают через свои социальные сети, через лавки, через наш marketplace и так далее. Но на данный момент для начинающего продавца все же надо сказать, что для тех людей, которые только-только начинают, начинают только продавать, у которых нет еще там своих социальных сетей и, так сказать, много подписчиков и своих клиентов, то Etsy все-таки является местом номер один, где мастера продают свои товары. Но, как я уже сказала, мы видим все больше и больше людей, которые вот уже пробуют, понимают, что там к чему и потом переходят на какие-то другие площадки. Чаще всего это Shopify и продажи через свои социальные сети. Так что, друзья, надеюсь, что этот ролик был полезен, интересен для вас. Большое спасибо за внимание. Всем пока.